В другой проблеме крестьянство заброшенных сельхозугодий. Почему земля остается без хозяина, а фермеры, которые хотят увеличить свои посевные площади, не могут этого сделать. В проблемной ситуации разбирался Иван Швецов. Количество заброшенных полей сельхозназначения в России колоссально. В одной только Киевской области оно составляет более полутора миллионов гектаров. Но, как известно, природа не терпит пустоты. Поэтому на месте некогда плодородных полей растут елки и сосны, которые незаконно вырубаются. Эти поля становятся рассадником карантинных растений. Сюда свозятся незаконно бытовые отходы. Решить эту серьезную проблему на уровне районных и поселковых муниципалитетов порой не представляется возможным. Нужна поддержка и областной власти. Для начала немного теории. Невостребованные земли сельхозназначения бывают двух видов. В одном случае у заброшенного земельного участка есть конкретный хозяин. В другом случае собственников несколько, то есть речь идет о невостребованных земельных долях. И способы перевода этой земли в муниципальную собственность или ее продажи принципиально отличаются в зависимости от того, кто ее собственник. К примеру, около деревни Васичи советского района заброшенные поля. У этой земли есть конкретный хозяин. Человек, который приобрел ее несколько лет назад. Скупил он эти земли общей площадью около 500 гектаров в 2009 году, в ноябре 2009 года. До настоящего времени, как мы видим, эти земли не вовлечены в сельхозоборот. На них не производится ни сенокошение, ни обрабатываются они. То есть ничего на них не посеяно, кроме как сорных растений мы не видим. Таких земельных участков у него 10. Сейчас мы будем привлекать данного гражданина к административной ответственности. По каждому участку конкретный протокол. Специалисты Россельхознадзора действуют строго в рамках действующего законодательства. А именно 101-го федерального закона. Если земля в течение трех лет не обрабатывается, то она должна быть или перепродана другому собственнику, или оформлена в собственность поселкового муниципалитета. Кстати, именно на эти заброшенные земли покупатель уже есть. Местный фермер Сергей Глушков. Он готов выкорчевать деревья с заброшенных полей и заново ввести их в сельхозоборот. Я готов бы их взять на любых условиях. С радостью, потому что мне земли не хватает. Во-первых. Во-вторых, она мне сейчас мешается, потому что эти поля все заросли. Рядом мои поля. Туда, значит, все сорняки уходят. И нам бороться труднее. С удовольствием я бы их взял. Но помощи от местной администрации фермер не получил. Хотя забота о судьбе таких заброшенных полей, сельхозназначение входит в обязанности местных властей. Разговор с собственником тоже не привел к результату. В администрации не могли связаться почти год. Я с ним, наверное, первый же день связался. Значит, и обговорили там на нормальных для него условиях. Я предложил ему вернуть то, за что он взял. Он не отказался, рассмеялся над этим. Сейчас хозяин заброшенных 500 гектаров в Советском районе должен будет заплатить штраф. За каждый из своих участков. А их у него 10. Кроме того, за этими землями будет осуществляться строгий контроль. И если предписания специалистов Россельхознадзора не будут выполнены, то штрафы будут только расти. Будет выдано предписание, которое он обязан будет исполнить. Естественно, будет предписано вовречь земли в сельхозоборот. Вот, как он будет их вовлекать, учитывая, что здесь такой лес стоит. Это его личная проблема, потому что за четвертый год он владеет ими на праве собственности и ничего для этого не сделал. Захламление и зарастание земель сельхозназначения серьезно волнует и руководство страны. Эта проблема была обсуждена на совещании с главным федеральным инспектором по Кировской области Фердуисом Юсуповым. Муниципальный земельный контроль осуществляется из рук вон плохо не только в Советском, но и в Верхошижемском, Немском, Слободском, Белых-Луницком, Вецкополянском, Котельническом и Налинском районах. Органы местного самоуправления не проводят проверок или проводят их не на должном уровне. Главы поселковых муниципалитетов, в свою очередь, сетуют на то, что работа с невостребованными земельными долями сильно забюрократизирована, а помощи от вышестоящих властей нет. На сегодняшний день как-то устранились все районная власть, регионально, федерально. Остались мальчики для битья, только сельское поселение. Представим, наше поселение 44 тысячи гектаров, бывших четыре сельских округа, четыре хозяйства. Народ никто не знает, чьи были доли, кто скупил доли. Более того, долями распоряжалось сельхозуправление, сельхозотдел нас. И через колхозы делалось, нам никто данных не давал. Мы только в этом году начали заниматься этой работой и выявили. И это очень трудно. У нас даже никто людей не знает. Половина людей, кто имел доли земельные, это городские, кто-то уехал. Работа архи-сложная. Так или иначе, требования 101-го федерального закона нужно выполнять, а работу по невостребованным земельным долям проводить. Как отметили специалисты Россельхознадзора, к 2015 году эти заброшенные земли по закону все равно перейдут в собственность муниципалитетов. Сейчас еще есть время подготовиться к этому процессу. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область, Советский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова